Всем привет! Я Оля, это мой канал о вязании. Сегодня у нас с вами второе отчетное видео в игре вязание новобывания. Играет музыка. Играет музыка. Темой была «Надень шапку». И все участницы, все 10, ссылки на всех участниц, кстати, в инфобоксе. Обязательно познакомьтесь с ними, если вы еще с ними не знакомы. Посмотрите, какие шапки они связали. Ну и я расскажу, как же проголосовала я. Первое место я отдала Яне с канала Яна Вяжет. Яна связала двустороннюю шапку двусторонним жаккардом. Для меня это что-то из области фантастики. Я такую технику еще никогда не пробовала. И поэтому я отдала Яне первое место. Шапочка получилась отличная. Очень удачно подобраны цвета. И также Яна рассказывает в видео, что шапка будет практичной. Она будет ее носить, что немаловажно для меня. Я человек довольно-таки практичный. И поэтому первое место я отдала Яне. На втором месте, по моему мнению, Аурико. Аурико связала билет с аранами. Честно говоря, такие билеты это моя слабость. У меня когда-то был такой вязаный билет. И я не слишком ношу шапки. А вообще, если бы носила здесь, в Германии, то обязательно связала бы себе снова билет с аранами. Потому что мне очень нравится такая модель головного убора. И я не устояла, отдала Аурике второе место. И на третьем месте, по моему мнению, Оксана. Варм инженер. И она связала капор. Капор тоже хочется иметь. Я пыталась связать себе в прошлом сезоне. Но отдала его потом маме. Но вот именно такой капор, который Оксана связала, мне тоже очень хочется иметь в своем гардеробе. Мне кажется, это очень удобно. Когда погода такая, располагающая к ненадеванию шапки, я говорю за себя, да, для своего региона. И в то же время может подняться ветер. Можно надеть такой капюшон. Он будет выглядывать из вашей куртки, из пальто. Он будет выглядеть как будто вниз. Под верхнюю одежду вы надели какой-то вязаный худи, какое-то изделие с капюшоном. И в нужный момент можно будет этот капюшон надеть, опять же снять. И точно так же можно будет всю конструкцию из себя снять, если вы, например, зашли в помещение, и вам очень жарко. Поэтому, мне кажется, эта вещь тоже очень практичная. И я тоже хотела бы такую иметь в своем гардеробе. В общем, я голосовала из позиции, что бы я хотела для себя связать, чему бы я хотела научиться. Немножко расскажу про голосование. В Телеграме, в группе возникли небольшие споры. Не все поняли правила игры. Мы голосуем. То голосование, которое мы объявляем, результаты как бы голосования, это голосование наше внутреннее. Мы голосуем друг за дружку. Изначально игра придумывалась как голосование на выбывание, то есть кто выбывает из игры. Но все-таки потом мы не играли в такую игру. Мы сразу же переделали голосование на голосование друг за друга, чтобы никого не обижать, чтобы наш проект не был каким-то трэшовым. Наверное, такой проект как бы привлек к себе больше внимания и больше зрителей, но это не цель нашей игры. Цель нашей игры – навязать себе интересных, классных вещей, которые давно хотелось, сплотить как можно больше вязальщиц между собой, подружить, может быть, кого-то, и ни в коем случае не поругаться, не обидеть кого-нибудь и так далее. Так вот, мы голосуем друг за друга, вот точно так же, как я объявила сейчас свое голосование. Каждая из нас проголосовала, и в зависимости от этого были начислены баллы. Три балла начисляются за первое место, два балла за второе и один балл за третье место. И все четыре этапа мы будем голосовать друг за друга, и таким образом определим победителя, определим, кто же займет в нашей игре. В результате первое место, второе место и третье место. Но вы можете меня спросить, а зачем же вы тогда зовете голосовать? И везде кричите «Голосуй за меня!» Будет еще один победитель, полноценный, полноправный победитель, еще один человек, который займет первое место. Не исключено, что это будет один и тот же человек. Игра может повернуться как угодно. Этот человек, за которого голосуете вы, зрители, вы голосуете в Телеграм своими лайками, вы голосуете в Инстаграм также своими лайками. И после того, как игра закончится, мы суммируем все эти лайки и в Инстаграм, и в Телеграм за каждую работу участницы. И таким образом у нас выявится победитель. Ну, может быть, даже это и главный победитель. Победитель за приз зрительских симпатий, поскольку вы, зрители, тоже голосуете всю эту игру. Я надеюсь, теперь с голосованием немножко понятно. Хотелось бы рассказать также, почему мы не сделали изначально голосование только зрительским. Мы много рассуждали на эту тему. Еще вот сейчас у нас третий идет, третий сезон. Еще перед первым сезоном мы говорили о том, что это голосование, наверное, не будет слишком справедливым. Потому что кто-то ведет канал дольше, имеет больше подписчиков. У нас разная аудитория, у нас немножко разные видео. Кто-то ведет канал, может быть, с коммерческой целью. Кто-то ведет просто для себя любительский канал. И, наверное, отдавать полностью, решать зрителям, кто же победил. Наверное, это будет не совсем объективно. Мы говорили также в группе об объективности. Что такое объективность? Мы все голосуем субъективно. Я проголосовала за тех, кто понравился мне больше всего. Вы голосуете за тех, кто нравится больше всего вам. Поэтому мы сделали голосование таким смешанным, чтобы это было и наше решение. Поскольку мы также внутри, мы общаемся в группе, мы обсуждаем все это, мы смотрим видео друг к другу, мы голосуем именно после того, как мы посмотрели все видео. Мы смотрим, а с какими же трудностями человек столкнулся. Может, он что-то преодолел. Может, он научился для себя какую-то новую технику. А может быть, ну, в общем, не рассказать вам все это и кухни. Я просто хочу сказать, что доверьтесь нам. Мы выбираем своих победителей, а вы выбираете своего победителя. Ну, теперь, надеюсь, я все рассказала о голосовании. Вопросов больше не возникнет. Но если они у вас возникнут, вы все равно можете, конечно, все всегда спросить, если возникнут какие-то непонятные моменты. Это все про прошлую неделю и голосование. Также те, кто победят в нашей игре, получат призы. Призы получат от спонсоров. И эти замечательные спонсоры будут мной сейчас названы. Спонсорами нашей игры являются магазин Amazing Wool или про клубочки, магазин Vizamania Shop, магазин Master Yarn. Я надеюсь, я наконец-то это правильно произнесла. Магазин Italian Yarn Drago, магазин маркеров ручной работы Knit Marker и также две замечательные девушки, авторы описаний. Это Оля Толерчик и Аня Жильцова. Это спонсоры нашей игры. Они будут вручать призы нам. А мы, в свою очередь, будем вручать призы вам. Вы, наверное, уже знаете, что также вы, зрители, можете участвовать в нашей игре. Вы можете на любом этапе игры вязать любое задание. Для вас нет никаких временных рамок. Каждое новое задание мы объявляем в следующей неделе. То есть, когда вы получаете задание, вы можете начать вязать. Но и сейчас вы можете присоединиться к игре и выполнить, допустим, первое задание. То есть, никаких ограничений для вас, зрителей, нет. Вяжите, выкладывайте свои работы в Инстаграм с хэштегом. И также выкладывайте свои работы в Телеграм. То есть, кому где удобно, кто какой социальной сетью пользуется. Выкладывайте свои работы в Телеграм под постами с заданиями. Посты с заданиями закреплены. Если, опять же, у вас возникает вопрос, куда же выкладывать работу, то обязательно спрашивайте. Мы вас направим. У нас в группе всегда несколько активных участниц. И кто-то подскажет. Это все организационные моменты. Теперь мы перейдем, наверное, к тому, что связала я. Если бы не вот эта моя болтовня длинная, то видео получилось бы очень коротким. Потому что я связала что-то более-менее простое для себя. Может быть, вам покажется это изделие непростым в исполнении. Но я вязала это изделие уже много раз. И мне не хочется сильно далеко вперед забегать. Я, наверное, сейчас включу вам свои видео-зарисовки, которые я делала в процессе. Их вообще мало, можно сказать, одна. Потому что я опять дотянула до четверга. Единственное, что могу сказать, да, наперед. Вы буквально через пару минут узнаете, что же я связала. Но можно уже догадаться по названию этого видео, что я связала, какое изделие. Давайте посмотрим, что я там немножко наснимала. И потом я вернусь снова к вам и уже покажу свое изделие. Итак, спешу поделиться с вами тем, что же я вяжу в проекте вязания на выбывание. В задании крылья, ноги, главное, хвост. Я вяжу носки. Носки я вяжу для меня самые обычные. Я таких носков связала очень много в своей жизни. Особенно в сезон. Вот как раз в этот осенний сезон. Я связала их прям, ну, несколько десятков, мне кажется. Очень часто в подарок и очень часто на заказ. Носки это вот такие с аранами. Вот я начала уже вязать. И эти носки вяжутся у меня по мотивам описания. От Drop Design. Там они такие вот повыше гольфики и довольно из тонкой пряжи. И вот однажды я связала такие носочки. А потом мне захотелось связать их из более толстой пряжи. Я вязала их в две нитки из носочной пряжи, в три нити из носочной пряжи. В зависимости от того, насколько толстые носки мне хотелось иметь. И вот сейчас я эти носки про себя называю сапожник в сапогах. Потому что у меня лично таких носочков не было. То есть я их много навязала, но все время кому-то и никогда себе. Поэтому я решила, что я свяжу себе просто-напросто, наконец-то. Использую этот проект для того, чтобы связать себе носки. И вяжу я их из пряжи Drop Snort. Я думаю, вы знакомы с этой пряжей. Но если кто-то не знаком, я напомню. Здесь у нас 45% альпаки, 30% полиамида и 25% шерсти. 170 метров на 50 грамм. Рекомендуется спица номер 3. Но я вяжу эту пряжу на спицах 2,5. И никак не толще, потому что у нее довольно-таки она тоненькая. Эта ниточка даже где-то вот и не скажешь. Что 170 метров здесь. И вот эти носки я вяжу сейчас в две нити. На спицах номер 3. Вот это спицы 3,25. Я просто сейчас пересняла на другую спицу. Потому что я начала вязать второй носок. Для того, чтобы... Ну вот сколько я здесь рассчитала. Где делала убавки-прибавки. Вот здесь у меня уже убавочка есть на голенище. Да, но они будут такие непрямые до пятки. Они будут с убавками. И поэтому, чтобы не забыть, где какие убавки, я начала сразу вязать второй носок. А это отложила на дополнительные спицы. И вот показываю сейчас вам. Значит, здесь оран. Вот такой будет по переду. Я надеюсь, я вам фотографию этих носочков уже вставила. Тех, которые я ранее вязала. И что еще рассказать? Ну пока ничего. Пойду вязать. У нас опять уже снова четверг. Я в прошлый раз первое подключение в четверг делала. Как-то вот до четверга я так медленно раскачиваюсь. Я все думаю, а что же связать? А из чего же? А все-таки что же выбрать мне? А в этом задании у нас еще такое креативное было задание. Можно было еще выбрать, на какую часть тела мы вяжем изделие. Поэтому я вот так раскачиваюсь всегда до четверга. А в четверг начинаю, как ужаленное, быстрее вязать. И вот сейчас как раз такой случай. Отвлеклась буквально показать вам начало для того, чтобы не получилось так, что у меня ни одного включения и уже готовые носки. В общем, встретимся с вами, наверное, когда я довяжу один носок целиком. Покажу его вам и приступлю ко второму. Но у меня к вам такой вопрос. Поскольку по этим носкам все-таки есть описание у Drops Design, как я уже сказала. Но я бы могла в ноябре провести совместник по таким носочкам, где бы я показала, рассказала, как на разные размеры их связать, где можно добавить петли, чтобы сделать, например, голенище пошире или повыше. Я вязала такие носки уже и мужские, и женские. И они очень хорошо подходят для новогоднего подарка, на мой взгляд. И также для фотосессии под елкой. Поэтому, если вы хотите такие носочки связать, совместник будет бесплатный. Напишите в комментариях, есть ли желание. И я тогда буду делать уже какие-то наброски. И в ноябре мы с вами сделаем такой вот бесплатный совместник, где свяжем вместе вот такие носки. Да, встретимся с вами в следующем включении, где я вам целиком уже носок покажу, потому что пытаюсь вас пригласить в совместник, а еще не показала, что предлагаю. Встретимся в новом включении. Очень быстро показываю вам первый носок и бегу вязать второй, потому что уже суббота утро. У меня полноска второго связано, но мне осталось еще его довязать, провести ВТО. Ну, постирать, наверное, уже носки не получится, но хотя бы отпарить, отфотографировать и отчитаться уже по этим носочкам. Вот такой он получился. Я немножко его, наверное, иначе вязала, чем обычно. Я вот прямую пятку сделала. Давно не делала прямую пятку. И мне, кстати, нравится, как она сидит. Раньше я здесь все время делала подкову. Вот такой носочек у меня получился. Подключилась буквально на минуточку к вам, потому что обещала показать промежуточный результат. Вот, бегу вязать второй и посмотрим уже на результат. Да, я довязала свои носки. И хочу немножко рассказать, почему же я выбрала все-таки носки, а не что-либо другое. Потому что все-таки задание предусматривало аксессуары и на руки, и на ноги, и, может быть, даже на хвост. Но, да, я решила, что для меня главное – это ноги, потому что какие-то аксессуары для рук я использую довольно редко. Я все время забываю перчатки. Даже если погода располагает к ношению перчаток, я их очень охотно забываю. Варежек у меня вообще практически нет, если только мы не едем куда-то в снег. Снег у нас бывает редко. Вот, поэтому я решила, что на руки аксессуары мне не актуальны. На хвост тоже нет. У нас не бывает таких сильных морозов. И, ну, можно надеть теплые какие-то брюки, когда сильно холодно. То есть у меня не актуально для меня какое-то нижнее белье из шерсти. Хвостатых домашних животных у меня тоже нет. Кому можно было бы связать что-то, какие-то одежки. Они, конечно, очень мило выглядят, эти одежки на животных, но не располагаю я моделью. Поэтому я решила связать что-то себе на ноги. И я назвала, да, свой проект «Сапожник в сапогах», потому что, как я уже сказала, я очень много таких носочков связала, но у меня таких носков не было. То есть у меня никогда не доходили руки связать их себе. Ну, а почему нет красивые носки? Почему не иметь их? Какие-то теплые, красивые. Почему не связать что-то такое замечательное для себя? Итак, мои носочки. Вот они у меня здесь лежат. Я их довязала. Вот такие красивущие они получились. Вязала я из пряжи Drops North и ушло у меня 2,5 мотка на вот эти носки. Я их вязала в 2 нити, на спицах номер 3. Это все я вам уже рассказывала. Очень мне нравится то, что получились. Носочки получились вот даже, если не надевать их на блокаторы. Секунду, у меня все падает. Они получились такие вот какие-то элегантные. Вот эта выделенная пяточка мне очень нравится. То есть какая-то форма у них такая, наверное, наиболее удавшаяся мне в этот раз. Как я уже вам рассказывала, таких носочков именно вот с такими узорами вязала очень много. Но вот именно эти для себя, видимо, как-то я так слишком постаралась. Ну и, конечно, форма вот этой пятки, это то, что я связала прямую пятку. То есть через это я получила вот такую форму. Здесь, на мой взгляд, выглядит это очень симпатично. Взгляды у нас могут быть разные. Вы, может быть, скажете, что это как-то какая-то не анатомическая форма. Сидят носки на ноге тоже очень хорошо. Если к моменту выхода видео у меня уже будут фотографии, я ими обязательно с вами поделюсь. Но что-то мне подсказывает, что фотографии я буду делать завтра, уже в тот день, когда видео выйдет. Ну или перед выходом видео оно уже будет смонтировано и выложено на канал. Да, вот такие носки. Я очень довольна результатом. У меня будут теплые, красивые носки. У меня, кстати, уже возникала идея а не подарить ли их. Но я решила, что нет. На подарок я свяжу лучше еще одни. А эти носочки останутся у меня. Так, вот такие они. Красивые. Идет такой оран по центру. Они анатомические в том плане, что идут убавки также вот здесь, по голени, к пяточке убавочки идут. Но мысочек я не делала анатомический. Ни разу еще не делала мысок вот такой как бы с асимметричным мыском. Ну просто потому, что мне даже кажется, что это не очень удобно. Когда эти носки будешь надевать, нужно будет все время обращать на это внимание, какой-то носок правый или левый. А вот таким образом носки как бы одинаковые. Они у меня тоже симметричные. Знаете, в каком плане? Я в этом... В этих делах очень такой скурпулезный человек. Вот мне надо, чтобы вот это было идеально. В общем, у меня вот эти араны, которые по центру, они у меня симметричные. То есть они смотрят друг к другу. Не в одну сторону, там, например, оба налево или оба направо. Они у меня смотрят симметрично друг к другу. Ну или друг от друга, смотря от того, какую я вам сторону сейчас показываю. И может быть, вы скажете, что это вот ерунда, вообще не стоит с этим заморачиваться. Но вот для меня такие моменты почему-то важны, вот чтобы резиночка переходила четко в резиночку, да, чтобы какие-то вот такие красивые моменты были соблюдены. Для меня это вот такая какая-то особая визуальная эстетика. Я всегда на это обращаю внимание. И для меня это очень важно. И в своих изделиях я тоже стараюсь какую-то вот такую логику узоров соблюсти. Вот. Время наступило сейчас объявить задание следующей недели и попрощаться уже с вами. Завтра выйдут посты. Вот у меня здесь ворс летает. Это альпака. Носки с альпакой. И летает ворс. Не знаю, видно ли вам этих белых мух. Они тут везде вокруг меня летают. Задание следующей недели называется шарфомания. Посвящено нашему спонсору Саше Вязомании. И мы вяжем что угодно на шею. Это может быть манишка, платок, шарф, пончо, я не знаю, что еще бывает на шее. Все, что угодно, все, что вам придумается, все, что вам нужно в гардеробе, мы вяжем на следующей неделе. Ну и, по-моему, у меня это вся информация на сегодня. С отчетным видео мы встречаемся с вами на следующей неделе, если у меня все получится, если я все свяжу. И на этом я прощаюсь с вами. До скорых новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»